Всем привет и добро пожаловать в Ньюсблок Крипто на канале Крипто Комманс. В этом завершающем неделю выпуски мы вам расскажем о том, как биржа Kraken вступила в гонку за европейским пользователем, как министр финансов США открыто предупреждает об ипотечном кризисе, а экспериментальный токен ERC-404 взлетел в цене всего лишь за одну неделю. Завершит наш выпуск обзор рынка от Кевина Свенсона и, не теряя ни мгновения, переходим к делу. Итак, биржа Kraken получила лицензию VSAP в Нидерландах, развивая европейскую экспансию. На этой неделе биржа сообщила, что получила регистрацию поставщика услуг виртуальных активов VSAP в Нидерландах. Регистрация позволит бирже предлагать свои услуги на территории данной страны. В своем европейском подразделении Kraken имеет регистрацию в Испании и Италии, а недавно объявила, что теперь может легально работать и в Ирландии. Стоит заметить, что набирающие обороты европейская экспансия Kraken идет впереди долгожданной нормативной базы по рынкам криптоактивов Mika. Здесь важно отметить, что Европейский Союз становится новой площадкой, популярной у компаний, занимающихся крипто. Как мы говорили в наших предыдущих выпусках, Евросоюз уверенно решил стать лидером в регулировании криптоактивов. Очень широко, детально, а самое главное – свободно, предоставляя гражданам Еврозоны взаимодействовать с криптоактивами. Что ж, это действительно похвально. Старый свет снова в деле и задает тренд всему миру. Продолжает наш выпуск короткая выдержка из выступления в Конгрессе США министра финансов США Джанет Йеллен, где сенаторы ее спрашивают о рисках ипотечного кризиса, на что Джанет, не моргнув ни одним глазом, выкладывает такое, что повергнет вас в шок. Не банковские компании, выдающие и обслуживающие ипотечные займы. Вот смотрю я на эту информацию, которую, я уверена, и вы тоже видели. И вижу, что за последние 10 лет они увеличивают свою долю рынка, отъедая ее у банков. За первые полгода 2023 года примерно 70% ипотечных кредитов из расчета на одну семью выдали не банковские учреждения. Представляет ли этот переход от банков к небанковским организациям риск финансовой стабильности из-за отсутствия у небанковских организаций доступа к депозитам для краткосрочного финансирования? Диспокоит ли вас это? Следует ли нам также начать изучать данный вопрос? Все так и есть, сенатор. И мы этим активно занимаемся. Ведь небанковские ипотечные компании не имеют доступа к депозитам, которые есть у банков. Они полагаются на краткосрочное финансирование, которое может быть значительно менее стабильным в сравнении с депозитами. И в трудные времена их кредитные линии могут быть отозваны. Они не имеют доступа к таким видам ликвидной поддержки, которая есть у банков. И к таким, как, например, окно скидок от ФРС. Такие компании обычно имеют очень ограниченный капитал, а также возможности нивелировать потери, более ограниченные права ипотечных услуг и обычно менее ликвидные активы. Поэтому в сложных и стрессовых рыночных обстоятельствах такой риск растет, а мы можем столкнуться с крахом. Одной или нескольких таких компаний, и, как вы сказали, это становится очень и очень значительным на ипотечном рынке. Дорогой зритель, ты все слышал сам. И главный вывод, который здесь можно сделать, заключается в том, что не только у биткоина есть циклы. И с учетом того, что предыдущий мировой экономический цикл именно с ипотечных займов и начинался, точнее, с краха их рынка, то открытые речи в Сенате относительно этих рисков звучат хорошим предупреждением. Не знаю, как ты, но я после этой новости реально напрягся. И хоть это абсолютно очевидно, что любой кризис – это плохо, всегда нужно помнить, что у медали две стороны. И вторая – это денежный принтер, который в таких ситуациях обычно делает брррр, что для цены крипто, конечно же, на руку. В общем, определенно есть над чем подумать, а мы движемся дальше. На фоне рыночного хайпа экспериментальный токен ERC-404 взлетел в небо. ERC-404 – новый экспериментальный стандарт токенов на эфириум, сочетающий в себе атрибуты NFT и криптовалюты, достиг рыночной капитализации в 170 миллионов долларов, собрав 87 миллионов долларов на дневных торгах. Первый токен ERC-404, использующий этот стандарт – Pandora, значительно вырос в цене и в настоящее время торгуется по цене 16 тысяч долларов США, что на 5000% больше цены на момент запуска 2 февраля. Но, несмотря на то, что ERC-404 вызвал такую значительную шумиху, ему еще предстоит пройти полный внешний аудит. Но главное здесь – в самом эксперименте. А помимо Pandora мы будем видеть все больше и больше аналогичных проектов. И с одной стороны, хайп вокруг нового токена может быть аналогичен хайпу с NFT, что станет урожайным полем для авантюристов и спекулянтов, хотя на огромной волатильности портфели многих будут безжалостно уничтожены. С другой стороны, интерес к ERC-404 может возродить затухнувший интерес к NFT. Но, дорогой зритель, не забывай, что данные игры являются очень высокорисковыми. Поэтому будь осторожен и не забывай, что это не финансовый совет. И завершает наш сегодняшний выпуск эпизод из свежего видео с обзором рынка от Кевина Свенсона. Халвинг биткоина уже буквально за углом. Примерно три месяца. И на недельном графике биткоин выглядит очень по-бычье. С начала 2023-го, с начала бычьего забега, биткоин ни разу не закрывал недельную свечу выше уровня в 44 тысячи долларов. И это цена, которую мы с вами сегодня видим. Наблюдая за закрытием этой недельной свечи, мы видим, что самое высокое закрытие было чуть-чуть ниже 44 тысяч. А теперь мы с вами потенциально находимся в ситуации закрытия выше 44 тысяч, что дает нам самое высокое закрытие на неделе внутри этого цикла. Если мы на этом продолжении сможем получить данное закрытие, это может нас привести к массивному шорт-сквизу по этой свече. Все шорты внутри вот этого фитиля будут считаться загнанными в ликвидную ловушку, если тренд этой недельной свечи продолжит свое движение. Преодоление же вот этого верха свечи может нас привести к массивному движению в сторону 60 тысяч. Если ты, дорогой зритель, помнишь, недавно я об этом говорил в своем предыдущем видео. И если ты его не смотрел, то очень рекомендую. Более подробный анализ я сделаю в оставшейся части видео. И если тебе интересно, напиши в комментариях, и CryptoCommons для тебя его переведут. Дорогой зритель, ты сам все слышал. Напомню лишь, что мы для тебя очень стараемся, поэтому твоя благодарность в виде лайка, подписки на канал и бесценного комментария о том, как тебе заходит этот контент, ну или не заходит, будут для нас наивысшей благодарностью и оценкой наших трудов. На этом у меня все. Я желаю тебе отличного трейдинга, замечательных выходных и до встречи в следующем выпуске, который выйдет уже в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok